В таком тесном подземном помещении с глиняным полом и стенами, где нет места ни присесть, ни прилечь, разве что в грязь, находятся саратовские мобилизованные. Они провинились. Вместо туалета лишь пластиковые бутылки. Еды и воды нет. Многим нужна медицинская помощь. Три дня нас не будут ни кормить, ни поить. Я заступился за одного лишь. И так же загремел. Войная полиция, ВП, командир. Вот такое позволяет издевательство над своими же сослужицами. Мы работаем на передовой в разведке. Вот всегда под обстрелами. Всегда. И вот такое уже над нами издевательство. В последние месяцы количество подобных ям резко выросло. Российских военных заставляют их копать для самих себя. Отбирают телефоны. Пытают. Там находятся в ямах мальчишки, которых раздевают в холод. Раздевают до гола. И требуют с них по 400 тысяч для того, чтобы выйти из этой ямы. Это видео в сети появилось зимой. На кадрах в мороз сослуживцы бьют голых российских оккупантов. И за непослушание отправляют в землянку. Стоять все! Бегом к яму! Ямы это... Они часто еще сами себе копают. Это такие метра на 2-3 вниз. Там обычно глина и холодная вода. И, как правило, из того, что я видела, еще туда сажают раздетыми. Ну или в белье просто. Понятно, что туалет там же. И это улицы и холода, как правило. Ну и тоже без еды и воды. В этих ямах посидело много российских военных. По словам журналистов издания «Верстка», которым удалось пообщаться с российскими военными, чем ближе к линии огня и чем дольше нет отпуска, тем жестче становятся отношения между солдатами российской армии. Военные буквально звереют от безысходности. Писать о проблемах российских агрессоров на территории Украины, в смысле того, что они отдыхают, со стороны этого, это будет странно. И я тогда попробовала с ними просто начать разговаривать. А что еще вообще происходит? А почему эти обещанные отпуска отменили? И выяснилось, что это военные с Херсонского направления на тот момент. Это самая была горячая точка на реме соприкосновения. И что отпуска отменили не просто так, а потому что украинские войска заняли часть левого берега Днепал. На закрытии тут, на замок, там на замок. Все мы здесь. Наши условия. Известны случаи, когда российские военные открывали огонь по своим. Так, летом 2023 года 26-летний Виктор Унковский из гаубичной батареи развернулся и открыл огонь по сослуживцам. То, что у нас всех тут уже есть определенные проблемы с психикой, это понятно. Но конкретно по нему хочу сказать, что над ним сильно издевались. И мне точно известно о неоднократном насилии в отношении него. И все это прикрывалось командованием. И на его жалобы никто не реагировал. Именно поэтому он дважды стрелял по своим. Почему они говорят? Потому что мы тут все уже озверели. Мы ненавидим себя, мы ненавидим и врага, и правительство мы ненавидим, и начальника своих мы ненавидим. И мы там сходим с ума. Моральный дух российских военных все больше снижается. За это их также пытаются наказать. Из того, что нам удалось доказать, подтвердить, это пристегивание наручниками к дереву. Это называется «обнимать дерево». Тут наручники, они держатся за ствол и не могут не сползти ничего. То есть ты стоишь на несколько суток. Привязывают скотчем к дереву, прилепляют тебя, как мумию. А вот обычно это от суток до нескольких суток. В это время не кормят и не дают воды. А запрещают подходить сослуживцам, приносить еду или воду тоже. Внесудебные расправы в Минобороны скрывают. Но российским военным удается передать видео своим близким. Многие родственники видят мужей и сыновей на таких кадрах в последний раз.